Добрый день всем! Для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Никита. Для тех, кто знает, скорее всего, все, кто тут смотрит сегодня меня, это либо мои друзья, либо семья. В общем, всем привет! Я решил сделать свой первый влог на русском языке. Так сказать, захотелось проэкспериментировать, что из этого получится, и многие друзья в России меня просили как раз что-нибудь снять на русском, потому что, как-никак, я не самый ординарный человек, живу не в России, живу в Германии, уехал давно, уже ребенком. Сейчас к этому моменту уже закончил школу и поступил в университет, так сказать, и в силу этого можно, конечно, попробовать что-нибудь. Самое смешное чувство то, что я как бы достаточно привык к тому, что когда я хожу по улице с камерой из-за того, что я снимаю влоги на английском языке, я привык к тому, что люди на меня смотрят. Но теперь, потому что я говорю еще по-русски, на меня обращают еще больше внимания, потому что меньше людей понимает русский язык, чем понимает английский язык. Хотя бы когда речь идет на английском языке, народ может хоть к чему-то прислушаться и в силу этого понять, что я снимаю для влога или что-то рассказываю, да? Сейчас на русском языке, конечно, меня смотрят намного больше людей. В общем, я сейчас нахожусь в машине, карту Гоу. Просто находите одну машину, резервируйте ее, подходите к ней со своим телефоном, нажимаете на кнопку «Начать аренду» и арендуете машину по достаточно небольшой цене. И она даже очень часто получается, что цена дешевле, чем брать обычные билеты на поезда. То есть мне, чтобы доехать до центра города и вернуться обратно, на поезде будет стоить 6 евро 45 центов. На машине у меня появляется вот эта свобода, то, что я могу выбрать, когда хочу, куда хочу и как хочу доехать. И в том числе, то есть дорога туда мне обходит в районе 3-4 евро. То есть переплачивая там по 1 евро в день, можно спокойно выбирать себе комфортабельную возможность перемещения внутри Германии, внутри даже города, потому что, конечно, на электронной машинке по Германии не покатаешься далеко, потому что надо ее заряжать, и максимум хода вот у этой машины, к примеру, 70 километров. Так, говоря о плане. Сегодня мы с вами пойдем попьем кофе в моем любимом кафешке, который я называю «У итальянцев». И кофе нравится, всегда там был, как бы очень центрально, в силу этого мы едем туда. Давайте увидимся там. Я все еще в машине, потому что я встал в пробку. Единственная проблема с карты Гоу, это, естественно, то, что идет оплата поминутно, и если я встаю в пробку, то моя цена увеличивается на то время, пока я встаю в пробке. Каждая минута стоит 29 центов, то есть, если прикинуть, что я сейчас простою в пробке минут 6, судя по пробке, то заплачу я уже не 4 евро, а заплачу евро 8 за поездку. Да. Не знаю, почему пробка, по реалу. 4 часа дня, как бы пробки еще не должно быть по этой трассе, но, походу, что-то произошло в тоннеле, и поэтому там пробочка. Хотя на Google Maps ничего не показали, так что... Субтитры сделал DimaTorzok В общем, в центре города теперь мы. С поездкой мне это стоило 6,95, то есть, конечно же, на поезде бы мне туда-обратно получилось дешевле съездить, но на поезде бы я приехал бы только на главный вокзал, потом с главного вокзала пришлось бы брать еще один поезд, и по времени это все бы занимало бы, ну, приблизительно столько же, сколько и я простоял в пробке, да? То есть, ну, 15 минут. Знаете, я начал замечать то, что люди на меня смотрят странно еще рядом с домом, а я живу не очень так-то близко к центру, и там, как бы, не было очень много людей, а сейчас я в центре города, и народ прям реально так обращает внимание. Прям даже чувствую себя, как будто я первый день занимаюсь влогами, вообще ничего не привычно, так. Да. А, кстати, мы пришли. Через, пойдемте поснимаем немножко B-roll. Если кто не знает, B-roll это такая, типа, синематографичное видео, то на вот эту вот штуку, если она включится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, что играет настолько маленький город, то что даже если... То есть, я вот пошел в центр города, и никого не планировал встретить, не думал, что кого-то встречу, но все равно пересекся со своими друзьями, и у нас был, типа, мини-пикник. Вы увидели чуть-чуть от этого пикника. Я думаю, что сегодня я закончу этот блог здесь, в машине, пока я еще не поехал домой. Скажите мне, нравится, не нравится, стоит ли продолжать. Если стоит продолжать, конечно же, буду делать больше видео о том, как мой день проходит, и вообще, может быть, придумаю что-нибудь еще поболее интересно, типа, как переехать в Германию и всякие... В общем, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь, и я увижу вас в следующем видео. Пока-пока!